С любопытного эпиграфа, помещающего Антона Павловича Чехова. Вот с этого эпиграфа начинались слёты гитарных школ, о которых сейчас пойдёт речь. И эту песню пели педагоги. И такая же самая ирония, понимаете? Вот мы такие дураки, когда поём эту песню. И я приглашаю на сцену своего коллегу по гитарным школам, с которым мы начинали вместе в 75-м году, так называемую Беляевскую школу. Потом разбежали с каждой свою лёву в Москве. Но это всё общее дело, которое направлено на нашу молодёжь. И Александр Николаевич продолжает этим заниматься в центре аторской песни. И Дмитрий Альбертович Матюшин, который не смог прийти, там большие мероприятия у него оказались. Вот. И кроме этого я приглашаю на сцену Андрея Яновского, постоянного участника проекта «Споём вместе». Альбертович Матюшин, постоянного участника «Споём вместе». Альбертович Матюшин, Александр Николаевич, сейчас подключится и вы, что это скажете. Ну, пока Александр Романович подключается к линии, я хочу распеть ему очередной дифферент. Дело в том, что Александр Романович учитель для очень многих присутствующих здесь учеников. И поэтому по эпиграфу он такой глубокий дурак, обладающий большим количеством умников вокруг себя. И я в каком-то смысле меньший дурак, поскольку Александр Романович считает своим учителем. Потому что, когда я пришёл на первые слёты в лес и услышал гитару Евстигнеева, я понял, что да, на гитаре можно играть не только так, а как-нибудь ещё и по-другому. Вот. И с тех пор стал очень внимательно к этому относиться. У меня было фактически три таких вот учителя одновременно с Евстигнеевым. Евстигнеев, Дима Диктер и Володь Кучеров. Вот я на них обращал глубоко внимание, но по-разному. Гитара, конечно, Евстигнеевская. И когда мы затеяли проект в своём месте, ну, кого позвать вторым? Нельзя же одному там торчать на этой сцене, нужно кто-то, кто в этом понимает? Я первым делом позвал Александра Романовича Евстигнеева. И он уже 10 лет является музыкальным руководителем в этом вот цикле вечеров в своём месте, за что ему ещё отдельно мы благодарны. Спасибо, Илья, Саша, на добром слове. Вот. Будем, как говорится, трудиться дальше, поднимать молодёжь, приобщить в гитаре с нуля, те, кто приобщён с нуля, развивать. А мой кусочек, кусочек проекта с моего мести сейчас с вами сотворим. У нас будет текст на экране. Обязательно. А вот поёте вы хотя бы припепы, да? Есть. А песня называется «Конец сезона», Владимир Дурьянский. Припеп вы поймёте, вы знаете все. А кто не знает, тот услышит от нас припеп и сам запоёт. Как птицы в непогоду вертолёты, под дождевой прозрачной слезой Качают лопастями предработы, Ещё один кончается сезон. И по утрам белый туман Кончились праздники лета Дым унесло наших костров Но песня ещё не до ветра Дым унесло наших костров Но песня ещё не до ветра И листья под ногами запестрели Размерною монетой сентября Нам скажут, что мы так постарели Но мы живём не по календарям И по утрам белый туман Кончились праздники лета Дым унесло наших костров Но песня ещё не до ветра И по унесло наших костров Но песня ещё не до ветра И пахнущий листвием ночным дымом И первой лук осенью пургой Замлетевшим вслед гусиным кремом Мы тоже снова возвращаемся домой И по утрам белый туман Кончились праздники лета Дым унесло наших костров Но песня ещё не до ветра И по унесло наших костров Но песня ещё не до ветра И по унесло наших костров Видишь, как песня хорошая Даже половина зала есть не знает Поют ведь все почему-то Таинство какое-то Вот А Андрей Яновский всегда у нас Запевает сольно на проекте И споём вместе И вот здесь сюда выступает сольными номерами И Узылского он сольно пел И Акуджаву, и Висборо, и много кого А сейчас будем петь молосольно Поэтому задевает он Эту небезызвестную Акуджавскую песню С музыкой Исаака Шварца Так? Дым унесло Лай-ля-ля! Лай-ля! Ла-ля-ля! Ла-ля! Ла-ля-ля! Кавалер-гамaci Веркли нах Импотому так слагон Труба трубит, откинут волок, И где-то слышит садится он. Еще ракочет голос трудный, Но командир уже в земле. Не обещайте, деде юной, Любовь вечной на земле. Не обещайте, деде юной, Любовь вечной на земле. Трубы! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Напрасно мирные забавы Продвить пытаетесь смеять. Не раздобыть надёжной славы, Откуда кровь не пролилась. И как несладок мир под луны Лежит тревога на челе. Не обещайте, Деде Юной, Любови вечной на земле. Не обещайте, Деде Юной, Любови вечной на земле. Течёт шампанский репой, И взор пувается слегка. И всё как будто по-другому, И всё как будто на реках. Крест деревянный и чугунный Назначен нам в грядущем клетке. Не обещайте, Деде Юной, Любови вечной на земле. Не обещайте, Деде Юной, Любови вечной на земле. Ла-ла-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Большой идеи директорской песни, Александр Николаевич. А мы начинаем страничку о гитарных школах, которую мне довелось вести, как было объявлено в разных вузах Москвы. И называется эта страничка вот так. А идею был Чумаченко. А вот я сам человек скромный, может быть, не стал бы так. Но вот тем не менее эти птенцы есть, особенно 40 лет назад, 30 лет назад, 20. Действительно, птенцы, они разлетелись и по стране, и за рубеж. Это отдельная книга, да, об этих птенцах. Вот, а начну я с последних, не вот, не птиографий, не с 75-го года, а с 78-го, да, хотя Миша Верхово уже выходил. Начну наоборот, с 2015-го года, то есть ученики последние. А сейчас три года я уже работаю в МИФИ. Вот, я пришел, великолепный коллектив, не пришлось его создавать заново, с нуля, которая называется вокальная студия Куанта Дистелла, что в переводе с итальянского буквально Куанта. И что такое Куанта? Частица, да? Кусочек. А Стелла что такое? Вот, и итальянский знаменит. Ну, Куанта. И это название, кстати, очень подходит физикам-ядерщикам, на которых эти ребята учатся. Вот три номера будет сегодня от них. И я должен вам сказать, что ребята новые. Вот они пришли, там, кто-то буквально в прошлом году, да? А кто-то в этом году, в сентябре. То есть, как еще их поднять вот до сценического уровня? Однако мы рискуем показать их вам сегодня. А самое главное, я не сказал, что уже, наверное, более десяти лет руководит этим коллективом Лилии Дмитриевны Белоусова. Покажи следочек. Ну, она, наверное, в одну парадюшину выпишет. Я разрешаю. Вот, даже выйти вот сюда, да? Вот. Ну, на первую очередь. Пока просто, да? Трио. Вообще-то, номерный описанный квартет. Вот, рядом с нами Настя, Ольга и Маша. А с гитарой Дима. Это какие курсы у вас? Курсы назовите свой курс. Второй курс. Я третий. Третий. Первый. Ночка луговая. Ее пили Алла Ёж, Пастахана Рахимов. А когда я открыл интернет, оказалось, что ее пил академический хор. Ее купили разные квартеты. Вот. Ну, ну, почему-то. Можно эту гитару, да? Месяц спрятался за рощу, спят речные берега. Субтитры подогнал «Симон» 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 Телопастная пара. Спасибо Лилии Дмитриевне, которая просто пашет с ними до седьмого года. Ведь научиться-то петь. Петь не научиться за два месяца, да? За несколько лет только. Поэтому пожелаем им хорошей учебы, да? И хорошего отдыха вместе с музыкой и с вокалом. АПЛОДИСМЕНТЫ Вторым номером мы покажем песни «Осень», которую сделали, на самом деле, хотели успеть, купили Ирину Александровну Левензону, да? Но вещь оказалась очень сложной, особенно для начинающих. То есть, понимаете, мне сказали, «Саша, ну ты что, смотри, Сашу?» Такие аранжировки для начинающих, которые вы сейчас услышите. Вот, да, но они почти справились, потому что еще там не откатали, да, 10 раз. Но уже два раза провели на сцене с этой песней. Вот, осенью на них спросят Ирина Левензон, которая решена в развитии таком ритме Басанова. Это давняя моя ночная. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас подошли, Сергей, покажи руку, Сергей. Курс назови. А, Дима. Тоже четвертый курс. Саша. Саша, какой курс? Второй. О! И кто у нас еще? Все, да? Один. А? Всех других объявили. Так, и это. Вот, Ирина Дмитриевна. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Листья вина 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 Раз, два, раз, два. Мне осталась одна забава, Пальцы в рот да веселый свист. Прогазилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Да какая смешная потеря, Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил, Колька мне, что не верю тебе. Торпой ласкать и корять, Роковой народен печать. Розу белую с черной шапой Я хотел на земле обвечать. Пусть не славить, пусть и не сбить, Эти помыслы розовых дней. Но черти в душе гнездились, Значит, ангелы жили в ней. Золотые далекие дары Все сжигает жительская мреть. И похабничал я и скандалил Для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье мутик Отправляясь с ней в край иной. Я хочу при последней минуте Попросить тех, кто будет со мной, Чтоб за все, За грехи мои тяжкие, За неверие благодать. Положи меня в русской рубашке Под иконами умирать. Мне осталась одна собака Пальцы в рот на веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что пока бы не я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, Много в жизни смешных потерей. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, Что не верю теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На сцену выходит ансамбль «Талисман», которому тоже писал аранжировки, которые покажут мне очень интересную награду. Продолжение следует... 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 И то, что мы были вместе, то, что мы играли, то, что мы были с вами, я думаю, это останется. Спасибо. Так что еще раз. Спасибо большое. Спасибо за это все. Спасибо, Саша. Мы даже, Дмитрий Александрович, съели песню о сочинении Саши Гречина, который сейчас говорил, да? Под названием «Вера». Под названием «Вера» очень интересная, глубокая песня о том, что эта «Вера» уходит, от нас выступает какое-то неверие. Молодой человек уже эту тему затронул. Так что, ребята, здесь непростые. А вот сейчас будет песня «Хулиганская» и знаковый тон, что авторы ее из МИФИ, где ей сейчас воли судьбы работают, да? Фамилия этого автора Виктор Шабанов. И КСМИФИ ее ансамбль поет уже сто лет. А вот эта трактовка ансамбля «Талисман» какая-то своя, чем-то новая. Вот там же четыре дурака, вот они опять сюда, тема дураков еще. Поехали. Ах, куда вы скрылись, девы, добродетельные девы? Начинаем музыканты называть. Стихи из вакантов. По улицам нашли, по переулкам спящим, члене дурака. Мы инструменты тащим, почувствуем в груди. Любовную истону мы смотрим в своей. Пройдем на дом, но к дому едва взойдет луна. Мы с ним аккурянем, великое мычим, В осенном барабане. И лестница очнись, Скорее от ремонта, Здесь под твоим окном. Мы раз, но с певелелетой, Ах, а счастливит нас. Одна твоя улыбка Сдыхает параван, Тихонько просит скрипка. Мы будем здесь стоять, Хоть до восхода солнца, Попады, наконец, И выглянешь в окунце, И тогда тебе своем и хором, Закатывание глаз со струнным перебором. Уна, 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 ун, помэнто, И лестница очнись, Уна, 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 сэнтимэнто, Скорее от ремонты, Уна, 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 комплимент, Здесь под твоим окном. Сакраменто, 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 Разложили ремонты. А коли ночной метазон, Пройдется по кварталу, Мы ноги пустим в гор, Чтоб шея не попала. О, да, мы и живем, Шатаясь мне придется, И пусть чистой народ На турнике смеется, А улица ночных Мы с музыкой качуем Надежде, что, надежде, что Хоть раз с тобой Передачуем Уна, 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 ун, помэнто, А улица ночных Уна, 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 сэнтимэнто, Мы с музыкой качуем Уна, 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 комплимент, Мы надежда, что хоть раз, Два, три, четыре, Пять, шесть С тобой Передачуем Передачем С тобой Аплодисменты Шампанское называется золотой талисман Ольга Ивановна, Ольга, помаши ручкой Вот 14 лет мы проработали вместе И специально Ольга в Крыму, находясь, увидела это И везла такую тяжесть в автобусе, на жаре, в Москву Спасибо Вот что значит преподаватель, да? И обратит своего дела 2015-й, 2005-й А сейчас я возвращаюсь вроде как к хронологии, да? Вы знаете, вот, ну можно сказать, что Лебедины в своей песне, да? Считаю период 1985-1992 год Это институт старых сплавов Есть такой снимок, да? Вот Любители авторской песни недавно там были все, да? Там преподавал на голове Виктор Семенович Берковский И когда я пришел туда работать, клуб Вот, мы еще не знакомы были Потом не только познакомились Он звал даже меня сотрудничать Импанировать, когда Дима Богданов Долго не возвращался из Америки Вот, ну я не стал что делать Потому что это миссия Дима Но контакт был мощный И, в общем, то человек, конечно, не забыл Но самое главное, что Это не была просто гитарная школа Вот, ну сказать гитарная школа Ну что за гитарная школа такая? Это не школа классической испанской гитары Это не школа джазовой гитары Это школа аккомпанемента к песням На хорошие стихи Вот, в принципе, так Но мне хотелось пойти дальше Я называл этот коллектив О котором сейчас пойдет речь Страничка будет совсем небольшая, в общем Школа-студии Как и школа-студия МХАТ А именно В школе учатся, да? Можно делать два класса Начинающие, продолжающие, продвинутые Там, задвинутые, да? А студии Это уже люди, которые способны выступать И пускай вот эти смотрят на этих снизу вверх Эти, которые выступают, наоборот, помогают вот этим Вот такая штука была создана в итоге И она функционировала, выступала Вот это даже действовала Вот И сегодня хочется вспомнить просто вот имена В восемьдесят шестой, в восемьдесят девятом Я готов получила Зоя Народкова Я бы хотел Вспомнить, не смогла сегодня приехать Зоя Ященко сама Поскольку живет сейчас далеко В Владимирской области И семейные обстоятельства Она написала мне в интернете Все Вот Но мы не можем не спеть ее песню Вот А Зоя пришла в восемьдесят шестом году Стоим мы на кирпице Миссису Курин Как водится Подходит вот такая высокая Незнакомая девушка И сказала она буквально следующее А вы меня помните? Я говорю Не предпоминаю Она говорит Полтаву помните свой концерт Сольный обувь такой Ну конечно А помните как после вашего концерта Мы все сидели на квартире Всю ночь пели И пили сухое вино Я говорю Конечно помню Она говорит И я там была Вот Вот такова Зоя Она вообще человек необычный Никогда думала у меня была Она говорит А можно я суп буду? Вот Как чертая реклама Звездных войн Вот Человек очень тонкий Поэтесса Вот Бен там босит Когда мы вообще Вообще гимгоум Вместе с ним были Он мне сказал Саша смотри Это будущая звезда Вот Действительно Собирались В битковой аншлаге И в езде глухаря И в доме художника У них Да большие залы У них У нее есть И в группе Белая гвардия Почитательниц Почитатели В Хабаровске На Дальнем Востоке Вот Поэтому Одна песня Зои Сегодня прозвучит Вот А Папа и дочка Которые сейчас будут на сцене Не просто так Здесь появились Потому что Папа Которого зовут Тигран Осипов А дочку зовут Леночка Печатал Игорь Владимирович Печатал Зои диплом Вот этот человек Печатал Мамашинки Да Зои диплом Он скромный Вот И В конце диплома Было стихотворение Белая гвардия Белый снег Белая музыка Революция Который Там Забел Вся страна А сегодня Что вы нам Исполнить Мы споем сейчас Песню С которой Собственно Зои началась Когда Вы увидели То что Зоя Так сказать Будучая звезда И понимали Два человека Саша и я Нет Я и Саша Из скромности Так скажем И Ну Когда мы поехали В Ригу На фестиваль Я говорю Саша Давай Сделаем Дело Саша Пожертвовал Двумя Ночами Сна Саша Пожертвовал Своим выступлением На фестивале Но Всю ночь В тамбуре Поезда Москва Рига Он делал Аранжировку А я бдительно Следил Чтобы Никто не мешал Так как Нас было больше Чем Посадочных мест В поезде Спать все равно Был некий А когда Мы уже Приехали В Ригу Значит Эту песню Конечно Дружественные Латвийские власти Запретили Они сказали Что она Не того идеи Не идеологического качества Что петь У нас люди Короче говоря Смысл был такой Что я сказал Саша А все равно Сквойте ее Финал уже Как-то был Все равно Иди он Он говорит Прернут Оборвут Не дадут Оборвут Если вы И окомпонируете Я Ну если выйти В стегнеет Разве можно Оборвать В общем Все так И вышло Кончилось тем Что дальше Всю ночь До утра И следующий день Приходили делегации Со всех концов Нашей страны Которые приходили И говорили Зоя Спой эту песню Все говорят Зоя Спой И вот Зоя Вот так Проснулся Знаменитый На следующий день Вот автор Так сказать Этого всего Ну я только слав Но я хотел О другом сказать Прежде чем Спеть Зоину песню Я хотел сказать О выдающемся Вкладе Который внес Александр Романович В демографическую Политику нашей страны И не то что Вы подумали Нет 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 Зою С Олегом Поженил Саша Потом был у него Саркисов Которым он женил На Марине В моем присутствии Потом были Черемисовы Большие дни Было всего Это же Стольких людей Он поженил Он просто молодец Но я знавал еще Его родителей А тебя Поженил? Да Да Знаю Вот Но я к чему подбираюсь К чему подбираюсь Вот в первом отделении Александр Романович Говорил об учителях А об одном учителе Он не сказал А был случай Когда мы с Евгенеевым Познакомились В 1981 году Мы с ним познакомились Он сразу сказал Завтра я беру тебя на слет Мы приезжаем на слет Потом мы приезжаем со слета Я говорю Саша А что это за девушка Вера? Саша говорит Ну девушка А что? Я говорю Саша По-моему тебе надо на ней срочно жениться И Саша сделал так Показывай 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 Да Все случилось Да Ам Что если ты назад обижался Сейчас Ну это правда Действительно И все случилось И Настенька родилась И как сегодня они вместе пели Это было просто потрясающе здорово Я так раду Что все А значит Ну я с вами тоже не дремал Да Здорово Ну давайте споем Поехали Поехали Сейчас секунду А я забыл сказать еще Что я хорошо знал Еще родители Александра Замечательные люди И даже вот сколько я народу Разыграл в своей жизни А папа Роман Иванович Меня разыграл так Что я был весь красный Это я забыть тоже не могу Это было А вот как он разыграл Я не расскажу А то я сейчас покраснею А ладно Буду с тобой вместе играть Просто мы 25 лет эту вещь не играли Вы нас простите Пожалуйста Здесь я собираю экономить Цель Вообще Все хорошо Через несколько лет Через несколько лет Черт-черт Нажер 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я научу играть твою музыку «Симон» Я научусь играть твою музыку Я научусь играть твою музыку Я научусь играть твою музыку Субтитры подогнал «Симон» 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 Римон, по мотивам северных рассказов, Джека Лондона, когда эту песню услышал Витя Баранов из Караганты, известный человек, да, очень, в тех краях, в Казахстане, он сказал, Олег сказал вот автору, Вы знаете, ты знаешь, Московский край, здесь, в Казахстане, большие просторы, и нам так понравилась твоя песня, что мы тебя, если бы даже одну ты ее написал, позвали бы на сложные концерты, а сейчас, вот, Витя расскажет, скажет про слово и споет эту песню. Добрый вечер. Я отключаюсь. Я отключаюсь. Вас приветствует сборная команда, квартет Московского государственного института Стали и Сплавов и Московского государственного педагогического университета имени Ленина. Очень хорошо, как эта песня исполнялась ровно 30 лет назад на вечере авторской песни в составе квартета, где выступал автор Олег Заливака, которого, к сожалению, не стало ровно 5 лет назад. И это наше выступление, мы посвящаем автору Олегу Заливака и, естественно, юбиляру Саше Евтигнееву. Куда нас новый день занес, скажи, лохматый пес, Далек Альфорд-Юконн, И там ты был рожден, Ангайк собак моих свалил. И нет уж больше сил, Бессмысленно идти, Ведь сбились мы с пути. Но если ты следи в снегу, Найдешь, то не забудь, Что твой последний путь, Что твой последний путь, То я нареком туда, где ты рожден. Пусть не подведет собачье чутье, Поют и дайти хотя бы нам вдвоем. И вот он уж и тут прижал, Наслед чужой напад, Швейту мыстей понес, По брешку старый пес, Всю жизнь, Ах, матый добрый круг, Судьбу из наших рук Безмолвно принимал, И тень не раз спасал. Но если ты следы в снегу найдешь, То не забудь, Что твой последний путь, То я нареком туда, Где ты рожден. Пусть не подведет Собачье чутье, Собачье чутье, Поют и дайти хотя бы нам вдвоем. Только на югком твой путь, Только на югком. Только на югком твой путь, Только на югком. Только на югком твой путь, Только на югком. Только на югком твой путь, Только на юг Идеальная школа и студия была бы та, где было бы несколько педагогов разноплановой гитары, где была бы литературная студия «Д» при ней обязательно. Мы такую пытались создать, и два года она существовала, педагогов несколько, стили разные. Кстати, насчет педагогов. Вот у меня такая приятная обязанность. Меня Павел Грачев попросил передать вам подарочек. Это вот книжка о гитарной школе «Ходынка». Спасибо большое. То есть есть ученики, которые стали преподавателями. Не только Павел Грачев. Именно так. Дима Беленький здесь сидит. Ну и момент второй, дабы было что учить, было кого учить, было чем учить, даем шпаргалку. Да сиди, сиди, сиди. Это шпинтовый круг. Вот, мы возьмем на себя смелость, так сказать… Лёш, между прочим, я вас еще не представил. Вот, да, Дмилович? И вот здесь есть такая школа, где было несколько преподавателей, да, и где мы пытались что-то новое, экспериментальное. Она функционировала сначала в техникуме простом, в текстильщиках, а потом в некоем гитарском лицее, на уровне спортивной. Вот. И действительно в ней выросли педагоги, потому что она дала уже другие результаты какие-то. Вот. В ней вырос дуэт Алексеевы и Черемисовы. Тогда они еще не были мужем и женой, да? Вот. Лёша… С ней сначала был квартет другой. Да. Было два разных квартета. Потом мы… Ну, давайте мы для экономии времени… С ними… С ними… С ними выступает Лариса Аштихина, которая тоже была в детской школе. В общем, музыка Александра Романовича Евстигнеева. Стихи почти левитанский, то есть мои. Алексей Васильевич. Ну, правда, почти левитанский. Во первой строчке. Мунтиры, ментики, нашивки и мальчики. Алексей Васильевич. Аккорды, струны, капотастры, флажелеты, звенят гитары, с ролью не ходи. Сыны России, музыканты и поэты, лаулят им двадцать, переводик и цити. А мы все старше, все солиднее, все мудрее. Мы с вами ходим раз в году из-за руля. Пойдем их песни иногда на юбилея. А к ним мучиться ходят наши сыновья. А к ним мучиться ходят наши сыновья. В ступенях хлада оголосок доминанты В аранжировках холивательный рассказ. Он химик, режиссер, едва ли ставший генерантом. И даже с охуджами встречался пару раз. Каким же ветром занесло его на сцену? Каких людей он воспитал в конце концов? Он все двоих, двоих все так же вдохновенно. А тексты ему пишут левитанские рубцов. Ему созвучны вечерковские. И Шопен, и Гершин, и Прокофьев, и много-много других. Не диссидент, не баловень фонтуны, Причем он в ладе, борода седа. Стареем мы, а он с душою юный. Её гитара, как и прежде, молода. Её гитара, как и прежде, молода. Учитель, а замечательным учителем. Ничего не жалко? Очень старый романс. Летняя палочка вдруг закружилась Над лампой полночной. Каждому хочется ввысь вознестись Над фортуной непрочной. Летняя бабочка вдруг пожелала А жить в декабре, Не распогольствуя, Не помышляя о зеле и добре. А может, это не бабочка вовсе, А папки небесные Кружит по комнате тесной Надежды чудесной. Разве случайно его пребывание В наших уши, Если мы чудеса днем очертания Вашей души. Этой порою В солостной стужей И снег, и метели. Я к вам письме пошутил, Что, быть может, мы зря не взлетели. Но, олившим от всяких утрат И от всяких торжеств, Самое время использовать Обы крылатых существ. Нас тонконогих, и нас длинношеек Нелепых очкастых, Терпят еще и возносят еще Пресвитания нечастых. Нет того лишь, что нам удалось Заработать колон Точное знание О расстоянии безлом И добром. И потому нам теперь ни к чему В отчисления эти Будем надеяться, Снова увидимся в будущем лете. Букта лишь там наша жизнь Так загадочно не убывает. Впрочем, вот ангел над лампой летает. Чего не бывает. Читая Букта, Наталья Крикан Если не видно, И мы поделались А когда я спел Эти письма Вы участвовали И написали Это моя музыка И не сказали ребята Когда я спел На вечере памяти Буджава Политехи Сергей Яковлевич Подошел Укистник Чего ты здесь не торопил? Вот Ну, это его личное мнение. Уж как написал, извините, так написал. Вот время поджимает, и можно действительно что-то пропустить, каких-то пару задуманных номеров, но не упомянуть, а в этом человеке просто студийце нельзя. Вот, пришел в студию нашу, когда она уже расцветала, Миша Риберман, он уже зрелый человек был, работал прорабом. МГП Ивенина, ребята, Бисборовский институт, на горе встретились, он говорит, Саша, мои друзья разошлись, я ни с кем не пою, я хочу петь с кем-то, возьмите меня, просто можно к вам в гости. И он стал любимцем нашей студии, он пел много Васина. А почему говорю о нем, что Миша, любую песню, которую он пел, он пел как последний раз в жизни, на разрыв, а иначе не мог. Вот, мы так не умеем, наверное, собираться, а это что-то уникальное было. Вот, и вот просто на слете, внезапно, в палатке, приступ был сердечный. Но мы его никогда не забудем. И когда мне трудно в жизни, да, тяжело, надо петь, надо работать, да, играть, я когда вспомню, Миша Голос, вот Миша Риберман, мне сразу становится легче. И с полициями предупреждают, что я там нарушил все нормы, ну, я думаю, выдержим, да, и не убьет никто за три номера. Вот. Мера приехали просто позже, потому что двое детей, Анатолий, Наталья Сорочинский и Борис Звядин уже были на сцене. За это время Наташа и Толя стали преподавать. То есть, если в 2000 году, ну, я как бы считал их своими учениками, то очень скоро уже они выросли из этого. А сейчас успешно Анатолий преподает джаз, Наташа успешно преподает вокал. Ну, а этот номер, который называется «Играй», лежит авторством Павла Пахрудинова. Вот. Ольга Ивановна, выйдите сами, я не очень понимаю, что вы хотите. А, я боюсь, что я туда уже не схожу. Но он находится подъемом. Добраться. Да, ладно, ладно. Чуть ко мне тоже развернуть, да? Гитару. Наставление всем молодым людям, которые начинают играть и петь. От Павла Пахрудинова, а также от вот этой команды педагогов. Я думаю, что и Боря Звядин скоро станет педагогом. Так вот? Он уже был. Опа! Играя, не считая минуты, Просто играй в свои ноты, Не думай о том, почему ты, Попомни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят, С тобой можно будет согреться. Просто играй в свои мысли. Просто играй в своё сердце. И если играешь не с теми, Законсервируй излишек, Проигрывай нужные тени. Не важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то услышит. Важно, что кто-то услышит. Важно, что кто-то услышит. Пусть долго твой звук заперти был, Играя, ты сможешь понять. Не страшно, что кто-то услышит. Он хоть попытался сыграть. Играй, не считая минуты, Просто играй в свои ноты, Не думай о том, почему ты, Думай о том, почему ты, Просто играй в своё сердце. Играй, не считая, Играй. Аплодисменты. 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 Борис Вярис. Играй. Вы зрители. Играй. И перед тем, как выйти на финальную песню, Которую вы споёте с нами, Я хочу, чтобы уникальную песню Усполнил мой первый ученик, Сольна, Который уже был со мной на сцене в дуэте Михаил Ярхо Эту песню я никогда не слышу А это Высовский Вот ребята выкапывают что-то уникальное Мне это интересно Я отключаюсь Вот так слышно? Владимир Высовский Это письмо к друзьям Если кто-то слышал другие интерпретации Вот это не так Там встреча с любимой Нет, не совсем Запомнил Оставлю тут вечер И встречу с друзьями И праздничный стол Сегодня я сам Самый главный диспетчер И стрелки сегодня Я сам Передом И путь Отправляю Со столы в пустыне Где только бархали В горячих лучах Мои поезда И вернутся в пустыне Пока мой оазис Совсем Не значат Я много отъездил Я много отъездил И даже сверх нормы Стою, вспоминаю Сжимая флажок Как мимо меня Проносились платформы И лети с постами Которые Которые Шок И пусть Отправляю Которые Создавы Создавы Пустыне Где только бархали В горячих лучах Мои поезда И вернутся в пустыне Пока мой оазис Совсем Не значат Они без меня Пронесутся По миру Я рук Не ломаю На взрыве Печу А вдруг Мне навяжут Чужих Пассажиров Которых Я вовсе Зажать Не хочу И пусть Отправляю Создавы В пустыне Где только бархали В горячих лучах Мои поезда И вернутся в пустыне Пока мой оазис Совсем Не в очах Промжались Дни Километры И годы Мой первый состав Возвратился Возвратился Назад Он мне Не принес Рогоценные Вороты Но он Возвратился И рельсы Пудят И пусть Отправляю Составы В пустыне Где только бархали В горячих лучах Мои поезда Не вернутся В пустыне Пока мой оазис Оазис, совсем не зачах. Давай, постоим и немного остынем. Ты весь воспален, ты не встретил реки. И я не уехал с тобой по пустыням. И вот мой Оазис, убили пески. Но все же отправляю я поезд в пустыню. Где только в Архаме, в горячих лучах. Мои поезда не вернутся пустыми. Пока мой Оазис совсем не зачах. Твоя гитара, как паяк, светит нам всю жизнь. Особенно для тех, кто заблудился. И на это такой. Саш, мы обязательно вернемся в твою школу. И я прошу на сцену ансамбль КСП Московского инженерно-физического института. И мы, и вообще всех, и мы обязательно сейчас об этом споем. А вот-то всех, да? На сцену. Ох. Хорошо, к вам-то здесь Стелла вышла. Стелла вышла. На ходу драматургия рождается. Чареда Рэй Хансини. Дорогие друзья, Юрий Висборг. Юрий Висборг. Ключ. Или когда мы вернемся. Хотя бы припев знаете вы всегда. Поехали. С вами песня. Когда-нибудь страшно подумать, когда Сбудется день иной. Когда, мой дружище, вернемся туда, Откуда ушли давно. Тогда мы прорвемся сквозь полчища туч. И через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, Бывавший в других мирах. Когда мы вернемся к разлуку изъявы с груди. А мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. И может, ураста нам снова, Трестичь рубежа нетемного, Который легко достигался, Тогда в молодые года. Тогда в молодые года. Поехали. 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 Погохали. Поехали. и а а и может удастся снова достичь рубежа и земного который легко растерялся тогда в молодые года тогда в молодые годы другие ребята за нами пойдут дальше чем мы с тобой а нам оставаться по-прежнему тут что ж отглядел наш бой и если покажется будь невезуч и что на покоя ни память не глюч в других мирах когда мы вернемся разлуку изъявы с груди мы вам улыбнемся мы скажем что все позади и может удастся нам снова достичь рубежа неземного который легко достигался тогда молодые года тогда молодые и и и точно и и и 2016 года, очередной концерт, смотрите в интернете, плановый, как он называется. Спасибо, до новых встреч!